приветствую всех Blender 2.8 давайте разберемся как сделать модель именно для анимации спасибо каналу Blender 3d уроки зайдите посмотрите много интересного там так снимаем вот этот убираем баннер щелчок левой кнопкой мыши и делить убираем теперь заходим в файл импорт находим того персонажа ту модель которую вы хотите изменить ставим на него и импортируем в общ программу вот такой болван загрузился этот болван из the brush можете посмотреть как я его делал ролики есть на канале так и называется болван переключаемся на transform немножко поднимаем его вот именно до курсора колесиком подгоняем shift зажимаем колесико зажимаем вертим крутим сейчас я включу видимость клавиш N панель вызывается клавиши N нажимаем на нампаде 1 пардон заварился и чуть-чуть корректируем вот по этой сетке чтобы более-менее ровно установился и немножко можно даже приподнять так следом заходим выделяем модель select box нажимаем убираем transform нажимаем add нажимаем арматуру арматуру можно трансформом чуть-чуть вот пока сюда приподнять чтобы видеть следом select box переключаемся на модель заходим нажимаем tab в edit mode нажимаем z парфейн переходим опять же tab tab в object mode находим косточку и теперь можно ее трансформом приподнять вот сюда вот ее опять не видно заходим во вкладку вот этот context object date нажимаем where viewport display и edit поломаешь нажимаем клавишу чтобы видеть подписи костей и ставим видимость кости теперь select box и можно опять же в edit mode перейти все вот она косточка левой кнопкой мыши нажимаем нажимаем с увеличиваем ее щелчок левой кнопкой мыши нажимаем вот на эту часть и жмем е что-то клавиши не было видно подкорректировал теперь вот они ну и опять же жмем е вот сюда вот так вот вытягиваем в принципе нормально теперь курсор нажимаем жмем на плечо shift а выделяем select box нажимаем на кости жмем с чуть-чуть и увеличиваем так и трансформом немножко можно перекрутить немножко подогнать опустить вот так вот чуть-чуть выровнять как раз чтобы вот это до локтя была штука ну и немножко сбоку его сразу подкорректировать вот таким вот образом теперь select box можно нажать щелчок левой кнопкой мыши на кружочек на е вытягиваем до кисти и вытягиваем на кисти опять же пальцы делать пока не буду следом можно вот это дело все выделить и подкорректировать вот так вот все нормально и то же самое можно повторить с ногами курсор ставим на ногу теперь нажимаем shift a select box выделяем кость жмем с увеличиваем ее и с помощью ротации или клавиши r можно ее перекрутить так вот она крутится не очень правильно а вот так вот зелененькую все хорошо вот сюда его опускаем подгоняем и немножко можно так подкрутить вот таким вот образом чуть чуть ниже можно еще припустить посмотреть как он тут по ноге чуть подкрутить нажать с чуть больше сделать немножко припустить так подкорректировать снимаю выделение жмем на кружочек жмем е и вытягиваем кость вниз ctrl z жмем е и косточку так вот до низа опускаем теперь можно ее трансформом немножко увести вот так вот и нажать е вытянуть вот такую косточку щелчок снимаем выделение опять жмем вот на эту красненькую и опять вытягиваем вот такую косточку сзади вот смотрим со всех сторон чтобы все установилось так выбираем курсор забыл я вот сюда вот косточку еще одну поставить на колено жмем shift a добавляем кость select box вот так все это дело прибавляем и жмем s увеличиваем поворачиваем жмем 1 на нанпаде и теперь можно трансформом или клавишей г перетащить вот именно на колено select box включаем все нормально вот теперь надо вот с этими косточками поработать нажимаем вот на эту кость левой кнопкой мыши нажимаем ctrl p alt p и жмем clear parent отсоединяем ее от кости вот теперь она свободная ctrl z чтоб назад ее поставить надо теперь связать вот эту косточку вот этой косточкой bonus 8 выделяем косточку вот эту и shift вот эту теперь жмем ctrl p и жмем keep offset вот надо следующим делом вот эту косточку связать вот с этой частью переходим так переходим в edit post mod нажимаем на эту косточку shift на эту и теперь нажимаем ctrl shift c и находим вот в этом меню inverse kinematics вот мы их связали теперь вот такая получилась штука теперь вот для этой косточки нужно отключить деформ вот этот вот и вот для этой косточки нужно отключить деформ ну вот все готово в принципе теперь нужно все это дело продублировать снимаем выделение жмем б английскую выделяем вот так вот опять же можно в edit mode это все сделать выделяем вот так вот руку и жмем shift d выводим руку вот сюда где-то что-то мышка моя не хочет двигаться и теперь трансформы можно все это дело перекрутить перекрутить вот так и немножко передвинуть подогнать и установить смотрим с разных сторон немножко перекрутить вот так вот и немножко подогнать можно конечно все это дело сделать горячими клавишами ну минус один клавишу я так и не понял где она находится так что у нас тут еще интересного нажимаем вот на эту косточку немножко можно ее наверное вот так вот подкорректировать щелчок левой кнопкой мыши ну и попробуем все это дело теперь тоже выделить клавиши B и shift d отзеркалить вот так смотрим что да как единица на нампаде немножко немножко перекрутим немножко можно приподнять и вот эту часть тоже можно и нажать вот так немножко увести в бок вот таким вот образом щелчок левой кнопкой мыши и теперь надо связать вот эти все клави все кости shift зажимаем зажимаем колесико двигаем выделяем вот это вот эту кость жмем shift вот эту кость и жмем shift вот эту нажимаем ctrl P keep offset все они связались и теперь снимаем выделение щелчок левой кнопкой мыши выделяем вот эту косточку зажатый shift вот эту и опять же вот эту кость и опять же ctrl P и keep offset вот что-то такое произошло зайдем теперь в post mode shift зажмем и посмотрим выберем вот эту косточку нажмем G вы видите что все работает но надо теперь все это дело связать связать именно модель и вот этот и вот эту вот нашу наш скелет заходим в object mode нажимаем снимаем выделение нажимаем на модель нажимаем shift выделяем скелет и заходим теперь жмем ctrl P и жмем теперь with automatic выход третья снизу ждем теперь когда это все дело свяжется вот все связалось и можно теперь зайти выделить вот так вот скелет вот этот и зайти в post mode взять допустим вот эту косточку и нажав клавишу G вот так уже здесь двигать ее щелчок вот эту косточку можно взять G и вот так все это можно тут вертеть крутить вот такая штука получается Z Solid вот так все прикольно ctrl Z ctrl Z и давайте теперь свяжем вот эти вот выделенные кости вот с этими косточками впереди нажмем вот на эту кость вот на эту выделенную нажмем контекст вот этот где косточка с кружком каким-то нажмем поле нажимаем арматура нажимаем смотрим какая кость если вы не переименованная это десятая и восемнадцатая и жмем на десятую связываем связываем с десятой косточкой вот с этой вот эту часть с этой косточкой переворачиваем нажимаем вот на эту косточку добавляем опять же армату и добавляем теперь восемнадцатую косточку если вдруг они сбиваются вот эти косточки при вот этом вот назначении то вот вы здесь можете подрегулировать вот в этом поле вот так вот немножко добавить градусов ну у меня кости не сбились все нормально так что можно вернуть все назад так ну все нормально вроде готов персонаж выделяем вот эту косточку и попробуем теперь опять же клавиши G вот все крутится вертится все прикольно можно даже каратистом сделать ну и назад можно дело это все поставить вот такая вот штука все давайте в следующем ролике рассмотрим как чуть-чуть анимацию сделать опять же в легком понимании в примитивии все до свидания всем пока